Здравствуйте! В эфире новости Читы из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ. Генеральный спонсор программы – магазин «Планеты, одежды и обуви». В студии Роза Бабаяна. И вот о чем сегодня вам расскажут мои коллеги. Ох и страсти разгорелись в администрации Черновского района. Мы, можно сказать, с боем вырвали микрофон, чтобы задать вопрос Василию Турсабаеву. Почему сюда пришли более 200 человек? Расскажем через несколько минут. Непригоден для жилья, признан аварийным. В этом доме не то, что жить, находиться опасно для здоровья. Через несколько минут смотрите. Трущобы Читы первой. Безнадзорные животные – это бизнес, проблема или беда. Через несколько минут смотрите «Отлов собак в Абайкальском крае» и строительство приютов. Теперь об этих и других событиях более подробно. Настоящие страсти разбушевались в администрации Черновского района. На встречу с главой Василием Турсабаевым и приглашенными гостями пришли десятки местных жителей. Разъяренных жителей, которые выступают против того, что заброшенный детский сад власти передадут в руки УФСИН. Вот только к такому соседству здесь явно не готовы. Страсти в администрации Черновского района разгорелись не на шутку. В зале не протолкнуться. На сход граждан пришли свыше 200 человек. Эмоции, кажется, переполняют здесь всех и каждого. Без криков и спокойно здесь так и не получилось. Причина накала страстей – этот детский сад. Объект – собственность городского округа. Однако вот уже несколько лет, как здание заброшено, а детские голоса не звучат здесь из-за того, что… Денежный средств на глубокую модернизацию, реконструкцию этого объекта за этот период времени изыскать городу не удалось. В течение этого периода времени объект, находясь в казине города, находится под охраной. Город несет расходы, связанные с его содержанием, охраной, прежде всего освещением. На якобы охрану здания, которое, по словам Шмулевского, на объекте находится постоянно, за несколько лет потратить пришлось около трех миллионов рублей. Правда, каким образом охранялось здание, местные не понимают до сих пор. Новые стеклопакеты разбиты, батареи отопления срезаны. Воды и освещения здесь тоже нет, как и круглосуточной охраны. Ее из присутствующих не видел никто. Там передавали, что находится дедушка, пенсионер. Вот он следит за общим содержанием. Но три миллиона в год на дедушку они потратили? Собаки жили на окнах. Собаки жили бездомные. На окнах наклеили. Осторожно, собаки. Это у нас вот так в районе. Не на территории самой, а в помещении. Это у нас в районе вот так решаются проблемы. И вот, наконец, появляется желающий вдохнуть в заброшенное здание новую жизнь. Потенциальный владелец управления в Синзабайкале. Представители пенитенциарной системы в красках обрисовали жителям, что планируют создать здесь так называемый исправительный центр, в котором осужденные за преступления небольшой и средней тяжести будут, так сказать, вставать на путь истинный. После этих слов в Рио заместителя начальника ведомства слушать и слышать уже никто не хотел. Я не знаю, как решится вопрос, но мы реально обратились в губернатору, обратились в город для того, чтобы рассмотрели вопрос передачи этого здания. А давайте я буду везти, ладно? Вот вы присядьте, пожалуйста, присядьте, пожалуйста, и вас убедите на прошли. Центр будет под круглосуточным надзором сотрудников, в том числе и осужденные, которые будут в нем находиться. Василий Трусобаев предлагает землякам посмотреть фильм об исправлении осужденных, однако и этот ход здесь не срабатывает. Жители в знак протеста звуки кино стараются заглушить аплодисментами. Нас попросили попустить вам фильм, который, как бы, немножко ракторно расплывает. Прошла речь об исправлении. Исправить ошибку и начать жизнь с чистой листа. А после главный модератор площадки Трусобаев дает возможность жителям высказать свое мнение, и оно еще раз подтверждает общее настроение. Почему не построите в северном микрорайоне? Или в центре, вот на площади прямо возьмите? И пусть там поставят это. Почему у нас КСК считается как гулаг? Всех к нам давайте, ссылаемся. Детские дома нам построили детям, сиротам. Дай бог мне, пусть живут. Они же все поразрушили. Так что вот я задаю вам вопрос. Почему? Вы-то здесь не живете на КСК? Нет. Естественно. И вам зачем? Все, давайте сюда сошлем всех. Всех нерадивых сюда. Вот у нас центр временной изоляции несовершеннолетних на 9-й сотке. Вот есть же там, да, уже? Как бы, он рабочий, да, у нас? Зачем создавать в центре КСК, где дети, садики? Вообще, для чего это у вас сами? Это самый криминальный район Черновский считается. У нас там в основном вокруг вот этого помещения, где школы, садики находятся. Жизнь, где ваших детей, наших детей. Так это наши. Вы-то вы понимаете? И это почему-то в центре, так и сказать, возьмите, сделайте что-нибудь в крае. Это еще ничего не решено, но представьте кое-что. Там будет все-таки серьезное видение. Я в утром встаю. Я своему сыну, который мне 15 лет. Я ему могу говорить, Андрюша, будешь себя вести плохо, а ты поедешь вон туда? Мне так ему говорили? Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы хотите это видеть в своем окне? Они не хотят. Ответьте, пожалуйста. Никаких, не обещай. Мы также решили адресовать свой вопрос лично главе района, однако повелитель микрофона не спешил давать его нам, то и дело обходя стороной. И вот благодаря публике мы задаем, казалось бы, простейший вопрос, однако ответ на него чиновник обходит. При этом, не забыв отметить, как человек честный, юлить он не умеет. Вы говорите, вы хотели собрать этот слух и услышать мнение людей, но вот они все против, если вы хотели это услышать. Вопрос. А ваше личное какое мнение к этой ситуации? По жизни я всегда, когда есть проблема, меня так в школе научили. Я тетрадный лист, когда решаю вопрос, делаю на две части. За и против. И отсюда принимаю решение. Я пока не буду говорить свое решение, потому что я вас выслушал. Я вас услышал. Я сразу говорю, можно я отвечу, пожалуйста, вторая точка, еще не заполненная вторая строка. Будет заполнено, будем смотреть. Но я еще раз хочу сказать, на тот вопрос я не принимаю решение. Когда вас спросили, какую позицию вы принесли, вы сказали, я вижу листья, носа и кровь, я пока не где. Вы, по-моему, работаете главой Черновского района. Вы обязаны отстаивать наши интересы. Вы обязаны доводить до верха наши требования и наши условия. Тогда давайте перезберем другого главу, который будет полить за пищей Черновского района. В завершении встречи Василий Трусобаев отметил. Судьба здания в руках депутатов Думы городского округа Город Чита. Окончательное решение за ними. Черновчане же уверены. На их глазах был разыгран всего лишь спектакль, так сказать, для отвода глаз. На самом деле все уже давно решено. Мы не надеемся на такого человека. Мы надеемся на вас, надеемся на то, что все высказались, что мы против, против вот этого. Отдайте детям создание. Можно же и центр какой-то сделать. Вот у меня правнучка ходит на танцы на ГРЭС. А что бы она на ГРЭС, когда она здесь рядом выходила? Мы рядом живем. У меня внук спортом занимается, вторые места по хоккею, по футболу занимает. А ездит на ГРЭС, на стадион. На ГРЭС на стадион сладит, ну это что такое-то? Глава района, который говорит, что он не имеет своего мнения, он не имеет влияния на власть. Если он так говорит, зачем нам тогда такую главу? Уже после встречи мы еще раз отправились в сад в надежде все же увидеть там круглосуточную охрану хотя бы ближе к ночи не нашли. Несмотря на то, что прошли по периметру всей территории. Каждое утро гуляю с собакой и вижу, что охранников здесь нету, не присутствуют они. Появляется, обход сделают, закрывают и уходят. Больше я их не наблюдаю здесь. Ну вот на их содержание якобы потратили 3 миллиона. Да, то, что сказали на содержание охранников, которых здесь нету. И то, что освещение, но нету здесь ни освещения, ни охранников. На что потрачены деньги, не знаю. Но собаки здесь есть, да? Собаки было 7-8 собак, сбили стаю, налетели на ребенка. Я позвонил в службу, приехали, отловили собак. Сейчас меньше. И много пакетов, говорят, что люди кидают. Собаки с помойки затаскивают сюда и здесь грызут. И у них уже здесь стаи сбиваются, и у них как логово здесь. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Продолжение следует... Вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Отвлекитесь от телевизора, который проникновенным голосом губернатора вещает о миллиардных инвестициях в наш край. О прорывах на Ниве строительства забайкальского капиталистического хозяйства. И загляните в этот маленький уголок читинских трущоб, где люди десятилетиями живут в скотских условиях. Чита – это обильное поле для страданий в духе соцреализма современных Алексеев Пешковых и Владимиров Гелировских. Стоит отойти от кабинета главы города. На несколько десятков метров как открывается ничем не прикрытое убожество, в котором вынуждены жить вот эти люди. Вот сегодня в районе где-то полдвенадцатого дня сидели пили чай, услышали, что грохот вышли. Здесь вот такая вот уже куча и вот потолок. Все осыпалось. То, что вот так висело, мы это все сами убрали уже, просто руками взяли и убрали. Дом номер 21 по улице Ползунова, как и соседние бараки, рассыпается уже сам без участия человека. Большая удача, что лестничный пролет рухнул сам, а не под весом, скажем, ребенка. Этот дом признан аварийным. И что, какие-то попытки со стороны городской администрации хоть немного улучшить или обезопасить жизнь людей, проживающих здесь, были предприняты. Он не просто непригоден, он опасен. Вот как у нас идут дожди, у нас вот это вот все здесь льется. Девушка в том году вот шла с ребенком с грудным, на нее все это обрушилось. Мы тут же позвонили в управляющую компанию, нам ответили, вас не убило же. Он говорит, ладно, пожарники, постоянно мы загораемся, когда замыкание происходит от дождей. Со слов местных жителей, следов работы управляющие компании, они тоже не наблюдают давно, убирают и белят коридор сами, а также подметают двор и стараются хоть немного украсить его летом. Но ветхость и убогость здания не прикрыть ничем. Вываливаются оконные проемы. На втором этаже сгоревшая квартира, излюбленный приюта социальных личностей. Вся электрика на честном слове. Каждый раз, когда летом идут дожди и дом протекает от крыши до первого этажа, местные жители боятся короткого замыкания и пожара. И вот эти люди, которые здесь живут, они не похожи на жителей трущоб, воспетых в романах начала 20 века. И мечтают они не о равенстве и братстве, а о том, чтобы нашелся тот градоначальник, который обратит на них внимание и хоть немного улучшит их быт. Я обратилась в прокуратуру в 2020 году. Сюда приезжала инспекция, все фотографировали. Потом 29 сентября 2020 года отправили ответ, что дом непригоден для проживания и реконструкции. Углы все обвалились, квартиры промерзают. Нашу съемочную группу попросили показать еще и соседний дом. Здесь обстоятельства еще хуже. Над входом нависли доски, грозя обвалиться наголово вместе с кирпичами в любой момент. Это здание признали аварийным еще в 2011-м, но никакие вихри переселения его не затронули. Все ремонтные работы также ведутся силами самих жильцов. Мы позвонили в УК, Кенон, номер 2 и сообщили об аварии в доме по улице Ползунова, 21. Как выяснилось, там ничего об этом не знали. Интересная складывается ситуация. Жители этих трущоб утверждают, что своевременно оплачивают все услуги ЖКХ, даже те, которые им не оказывают. Обращаться в управляющую компанию не видит смысла, но есть и вот такое мнение. Люди считают, что они не должны платить, они не платят там никто. Они утверждают, что не оплачивают полностью. Ну это они утверждают так. А если поднять документы, я же знаю, что в этом фонде вообще платежи не платят и невозможно с них что-то вообще выколотить. В судебном порядке с этого контингента ничего не узнаешь, они в основном не работают. Поэтому все непросто. Видите, как получается, что вот вы, допустим, позвонили, сказали, а алициты не звонят заявление. Они не обращаются, а мы ничего не делаем. И еще слово «контингент» – пример современной сегрегации по социальному признаку. В устах чиновников это разделение людей на две категории. Для одних тратятся миллиарды на газификацию, возводят школы, детские сады и прочее. А другие вынуждены доживать свой век в убогих хибарах, без надежды, что в бюджете найдутся средства на строительство одного жилого дома для жителей Читинских трущоб. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАП-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Рабочие компании-субподрядчика, работающих на стройке школы в Каштаке, разнесли потолок в готовых помещениях из-за невыплаты им зарплаты на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказал читеру источник знакомой ситуации. Со слов этого источника, деньги на счета компании-субподрядчика не были переведены консессионером Станиславом Неверовым. Получить комментарий самого Неверова не удалось. Инновационную школу в Каштаке должны были, напомним, возвести с нуля за 8 месяцев и сдать до 31 декабря минувшего года. 23 декабря правительство Забайкалья объявило, что все строительные работы завершены, приняты министром просвещения России Сергеем Кравцовым и губернатором Забайкалья Осиповым. 19 января сенатор Совета Федерации России Андрей Кутепов похвалил школу, осмотрев только ту половину здания, которую успели отделать. Позже правительство региона перестало отрицать факт того, что школу не успели вовремя построить и перечислило все незавершенные работы. Петицию против отмены районного коэффициента, который учитывается при расчете зарплаты, создали в Забайкальском крае ее автор, депутат Балейского района Дарья Маркина. Правительство Забайкальского края предлагает отменить районный коэффициент 20% из зарплат населения. За счет этой меры планируется прибавить оклады таким категориям работников, как педагоги, работники культуры и социальной сферы. При этом правительство края не отрицает факта грядущего падения доходов части населения. И это в регионе, подавляющая часть которого живет в частном секторе, отапливается дровами, удалена от благ цивилизации и с трудом выживает на так называемый мрот. Цена на дрова, ГСМ, необходимые продукты и лекарства в крае остаются одними из самых высоких по стране. Падение зарплат неизбежно приведет к падению и без того невысокого уровня жизни населения Забайкальского края, говорится в петиции. Свободная фото- и видеосъемка во время уроков в школах могут попасть под запрет. Над соответствующим законопроектом сейчас работают депутаты Комитета Госдумы по просвещению. Со слов главы Комитета Ольги Казаковой, новые нормы оградят педагогов от провокации нечестности. При этом депутат подчеркнул, что речь не идет о введении ответственности за нарушение ограничений на съемку во время урока. Как предложили авторы законопроекта, в случае его одобрения видео и фотосъемка будут возможны с разрешения администрации, директора или самих преподавателей образовательного учреждения, например, в образовательных целях. Продолжение следует... Полноценная совместная пресс-конференция руководителя ветеринарной службы Забайкальского края Андрея Лима и директора службы по отлову безнадзорных животных ООО «Пять завезд» Александра Солдатова. О каких достижениях и на какие вопросы они были готовы разговаривать с журналистами в материале моих коллег. С открытым забралом на совместные пресс-конференции к журналистам вышли два главных действующих лица по борьбе с безнадзорными животными в городах и селах Забайкалья. Руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим и директор фирмы ООО «Пять звезд» Александр Солдатов. Два года прошло с момента принятия печально известного закона Забайкальского края номер 1915, который наделил правом отлова животных муниципальное образование, не обеспечив при этом средствами в должном объеме. Но после трагедии в домне ситуация, пусть и не кардинально, начала меняться, говорят вот эти чиновники. В прошлом году правительством было выделено более 93 миллионов на мероприятия с безнадзорными животными, что в три раза больше уровня 21-го. Это позволило нам отловить практически в 2,7 раза больше безнадзорных животных и по статистике Роспотребнадзора снизило количество укусов людей на 43%. В прошлом году было выделено 18 миллионов для возмещения части затрат на строительство приютов в крае. Действительно, были построены три приюта общей вместимостью 1250 мест. В текущем году правительство края планирует выделить еще 23,5 миллиона рублей на их строительство. Спрос рождает предложение. Руководители района вынуждены заказывать свои собственные тюрьмы для собак. Пока по улицам бегают безнадзорные животные, работа с ними – это многомиллионный бизнес, который, следуя своим законам, стремится к расширению и не планирует со временем закрываться. И как бы кощунственно это ни звучало, система закона ОСВВ – это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на волю – сложилось так, что чем больше громких историй о нападениях собак на людей, тем больше средств правительство будет выделять. Что интересно, существует единое правило содержания животных на федеральном уровне всех, даже рыб и пчел. Но не собак и кошек. Оно и понятно – на рыбе столько не заработаешь. Поэтому каждый регион сейчас самостоятельно разрабатывает эти правила. Очень большая проблема – это люди приходят, вот нашу собаку по ошибке забрали. Мы никого по ошибке не забираем. Поступила заявка, им отработали, им отловили собак, которые находятся на территории города или другого муниципального образования без сопровождения хозяина. И не важно, в ошейнике она там, серьга у нее с бриллиантами в ухе – это не важно. То есть это животное, если на нее есть жалоба, то есть оно должно быть отловлено. Довольно непросто обвинять во всех грехах этого бизнеса под названием безнадзорные животные непосредственных исполнителей, подрядчика фирмы «Пять звезд» или любую другую, да и главного ветеринарного врача края. Любопытным был ответ Андрея Лимон вопрос, как он относится к инициативе приморских депутатов усыплять агрессивных собак в питомниках, а не пожизненно содержать их на бюджетные средства. Изначально, когда у нас депутаты ЗАГС собрания готовили законопроект, мы туда заводили более гуманное, конечно, решение. Мы предлагали разрешить эвтаназию агрессивных собак в приютах, потому что агрессивные собаки, даже находясь в приютах, представляют угрозу. Но нас не поддержали, хотя, честно говоря, на последнем совещании, которое я представлял за Байкарской краю, на Госдуме, мы говорили вопрос о том, что необходимо все-таки перейти к рассмотрению принятия законов, которые действуют в Европе. В прошлом году отловили 7 380 собак по краю. Каждая из них в среднем обходится бюджету в 14 тысяч рублей в месяц, включая отлов, стерилизацию и передержку. Затем их отпускают на волю в естественную среду обитания. Александр Солдатов на вопрос журналистов, почему собак выпускают, где попало, но ответил, что в законе нет четкого определения, что такое среда обитания. В нашем случае это Российская Федерация, Забайкальский край, город Щита, в конце концов. Интересен был его рассказ о взаимодействиях с так называемыми зоозащитниками. Вот это вот, знаете, нездоровая суета людей, которые называют себя зоозащитниками, на самом деле на собак наплевать. Это работают наши конкуренты, это работают люди, которые финансируются с Запада, чтобы расшатать наше общество. Ведь я у кого-то из зоозащитников забираю и хлеб. Они содержатся, то есть очень много нелегальных передержек, называют, да, передержки, на самом деле какие-то неофициальные приюты. Там покалечены животные, люди скидываются на их деньги. Эти люди нигде не работают, у них нет никакого образования специального, ни биологического, ни медицинского, ни ветеринарного. А деньги сыпятся большие, им хватает на жизнь, да, и неважно в каком состоянии на самом деле собаки там содержатся. Он также рассказал о том, как на бродячих собак зоозащитники вешают бирки, похожие на те, которые надевают животным после отлова, поскольку по закону таких псов больше отлавливать нельзя. Отсюда многочисленные рассказы о якобы стерилизованных собаках, имеющих потомство. Принимая во внимание крайне невнятные законопроекты об ответственном содержании, которые по большей части не выполняются, все это напоминает хорошо организованный бардак, в котором сложно навести порядок. Это увеличение мест, то есть количество вольеров для содержания животных пожизненно, да. Второе, хотя поставил бы на первый план, это все-таки ответственность людей, ну, то есть владельцев животных, да, по выгулу и так далее. Третье, это, пусть меня помнят все правильно, я все-таки профессионал, ветврач, и буду говорить, усыпление агрессивных животных. Нет смысла сдержать, потому что бюджет, извините, дербанить нельзя. Наивный человек, у нас бюджет для того и существует, для того, чтобы лица причастные могли его дербанить. В Израиле налогами не облагают столько аквариумной рыбки, за других животных нужно платить, что предлагает совершенно иной уровень ответственности. В Европе, если поймают собаку, свободно бегающую по улице, хозяину грозит солидный штраф. Или если он не уберет за своим животным отходы жизнедеятельности. А у нас даже нет закона об обязательной идентификации животных, читай чипа, что позволяет свободно отказаться от собаки, если она, скажем, в домашних условиях укусила ребенка. Но не упрекайте наших законодателей в излишней гуманности, просто кто-то хорошо умеет считать деньги. Дарья Калинина, Юрий Жатлохин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Дорогие наши подписчики и зрители, наконец-то нам понадобилась и ваша помощь. Нас, неравнодушных ЗАП-ТВшников, должно становиться больше с каждым днем. У нас есть крутая цель, и именно поэтому у нас к вам конкурс. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки нашим выпускам, новостей, сюжетам и программам в Ютубе. Делитесь нашими публикациями в социальных сетях, на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Седьмого марта, во вторник, ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Ночью температура от минус 6 до минус 8 и от нуля до плюс 2 градусов в днем. Желаю вам прекрасного дня. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!